Сегодня я хочу вернуться к совершенно замечательному, на мой взгляд, докладу Антона на прошлом семинаре. Это вам очень неудачно. Не надо. Доклад замечательный, он был своей проблематичностью и вызвал много вопросов. И для начала я бы хотел сказать, что то условное флокеанство, на которое ополчился Антон, как представление о безосновности, репрессивности картины мира, или в терминологии флокоэпистемы, но это приблизительно совпадающие понятия, хотя и не совсем. Так вот это представление, оно на самом деле тривиальное. Да, вот в некотором смысле картина мира безосновательна, всякий скажет, хотя бы потому, что основания могут меняться. И в еще более определенном смысле она репрессивна, поскольку все мы понимаем, осознаем, но те, кто на это способен, в отличие от дебилов некоторых, что мы индоктринированы определенными представлениями и прежде всего так называемой картиной мира. Так что вот это все тривиально. Но концепт картины мира нам нужен отнюдь не для того, чтобы констатировать тривиальные вещи. Этот концепт нам нужен для того, чтобы уберить источник развития. И в конечном итоге, как я пытался вот показать, в прошлый раз тоже, этот источником является само различие, удерживание различенного ряда. А вот если что-то одно из различенного пропадает из поля зрения, тогда случаются, подчеркиваю, разные неприятности, похожие на закономерности. И вот мне кажется, вот это и произошло с нами в прошлой беседе. И сегодня я хочу взглянуть на ту же самую проблематику, проблематику истины, немножко вот с другой точки зрения. Так вот, на мой взгляд, проблематика истины часто, не всегда, но часто, обусловлена тем, что утрачивается различие логоса и патоса, или пафоса. Разумной и чувственной природы. Все это мы понимаем, это как бы, но вот на практике вдруг забываем. Достоевский писал, причем он писал неоднократно это, о том, что если докажут ему с математической точностью принадлежность истины Демиургу, а не Христу, то он все равно пойдет за Христом. То есть, как бы, Достоевский выбрал не истину, а любовь. Или жизнь. И поступил, в общем-то, по праву, ибо высшее право гласит, право истины не дает истине права. И вот с этого момента я хочу поподробнее разобраться. И с тем, что имел в виду Достоевский, и, возможно, существованием двух истин, про одно из которых мы забываем. И для простоты я вспомню, я взял табличку из греческой риторики, да, значит, греки что? Они в риторических упражнениях учили соблюдать три вещи, а именно разумность разговора, то есть логос, да, логос на первом месте, чтобы все было связано и логично. Второе, это этос, то есть норму поведения людей, важность того, кто говорит, то достойный человек говорит, или так себе, да, не знам откуда мужичонка. И третье, это патос, чувство, то есть давить на чувство, если вдруг в речи почувствовал слабину у оппонента, на чувство, и при этом уметь сдерживать свои чувства. Ну и, в общем, вот эти три категории, логос, этос и патос, для греков были достаточно важными. Значит, разум, норма и чувства. Сейчас я хочу представить соотнесение логоса, этоса и патоса с антологией Платона. У Платона всех представляют, что достаточно разработанное представление о мироздании, и прежде всего в логической форме выражено в диалоге по армянифу, где существуют три основные категории. Категория единая, но единая уже как существующая, иное, да, и бытие, сущее. То есть одно единое не может существовать, оно непредставимо как таковое, а единое существует только при наличии бытия и иного. Иного и бытию, и единому. В то же время Платон очень часто вспоминает такую категорию, как благо. И вот многим кажется, что благо и единое это есть нечто одно и то же примерно, да. То есть Бог, если мы будем представлять под единым высшее Божество, то благо есть. Однако анализ текстов не подтверждает вот такой взгляд на вещи. И благо, хотя Платон прямо пишет, благо превыше всего, но никогда не соотносит благо вот с тем единым, которое, представление которым необходимо при анализе мироздания. И в диалоге Филепп, который посвящен именно анализу того, как человеку двигаться, что такое благо и как к нему двигаться, в сопровождении чего разумный человек может двигаться к благо. Так вот там он выписывает три основные категории без чего движение к благу немыслимо. Это истина, мера и красота. Но вот эти можно провести сравнительные анализы, показать, что эти категории этикоэстетические, как бы, да, они соотносятся вот с антологическими категориями. Таким образом, Платон намечает, как бы, два пути, которым может следовать человек. Первый путь, это как бы логический путь, путь исследователя мироздания. И второй путь, путь к благу, к тому, что превыше всего для человека. Но человек всегда ищет, где лучше ему, да, как рыба, там, где ей глубже. И вот на втором пути человека сопровождают, или он ориентироваться на категории, которые совсем даже не есть те, которые существуют в эдетическом знании. В знании Свет Познание идей Далее, чтобы эта картина... Да, ну, естественно, мы можем все представить, что вот эти пути, различные пути, в бесконечности, они сходятся, да? Как и расположенностью, что Свет исходит как раз от Бога. Да? Ну, это очень здорово, да? Прямо туда попадает плюс-то. И, собственно, представления Платона, вот его наработки были восприняты христианством вот именно в таком виде, что Бог, он истина, и любовь, да? Но Достоевский, Достоевский, тем не менее, видимо, вот он очень чувствовал, что тут существует какое-то различие, что к Богу возможно разные пути. Это обстоятельство подтверждается еще и тем, что известно хорошо, что у Достоевского было полное собрание. Ну, вот на тот момент уже было переведено на Платон, и вот он у него был, Достоевский его читал, и поизвестно по писам, что он отзывался о Платоне весьма положительно. И... Думаю, что знал он Достоевский, нет? Достоевский. Ну, может быть, вот этот момент я не очень хорошо... Мы по грамме в образование в это входило. Да, да, да. Да, да. Так, ну и мне осталось еще сказать несколько слов вот о крайних позициях этой табличке об Аполлое и Дионисе, о двух башках. Надо сказать, не самых последних в греческой иерархии олимпийцев. А вот это представление древних греков об олимпийцах, это же и была своего рода картина мира. Первое, да? Но вот когда они выходили из мифологического мышления, то вот это вот сборник различных мифов составлял уже единое целое. Нельзя сказать, что это была абсолютно связанная картина мира. Тем не менее, боги служили примером, не только объясняли существующий мир, но и служили примером поведения в этом мире. И как писал Ницше, вот эта иллюзия, он говорил, служила древним грекам защитой от страхов и ужасов повседневной жизни. Вот функция картины мира в том числе. Ну так вот, у Ницше есть такой забавный концепт об Аполлоне и Дионисе. И это ничего, что исследователи потом его критиковали и говорили, что это не совсем соотносится с реальным описанием вот этих богов и греков. Сам концепт на самом деле на мой взгляд замечательный. И он заключается в том, что у человека есть две формы основные отношения к миру. Вот Аполлоне и Дионисий и и хотя в основном Ницше писал об искусстве, но можно перенести вообще на жизнь. То есть там вполне это дал по стему. Не только художественные две формы художественного отношения, а вообще отношения к жизни. Так вот Аполлоне и Дионисий и Дионисий вот эти отношения к жизни их можно представить по аналогии об этом пишет сам Ницше со сном и оптенением. Якобы это уже его описание во сне якобы человек достигает блаженства от иллюзии гармонии, рационального обустройства мира, от порядка. То есть в нашем представлении картины мира и реальности это как бы описание, логическое описание картины мира. И в то же время Дионис иногда заставляет человека вот сбросить его покрывало мая, да, и под воздействием веществ окунуться в реальность. Вот в ту реальность, которую он так боялся. И представить реальность собственно как таковую, воспринять ее и получить уже наслаждение от того, что его пугало. Да, то есть это чувственное восприятие реальности. Ну, а восприятие реальности, да, оно и может быть только чувственным, и никак иначе. логические формы они в картине мира. Тут можно еще вспомнить и Хайдеггера, вот это Дасман, представление о Дасман и Идазайн. То есть истинное. В норме человек, Дасман, да, он же, так сказать, говорит не свою речь, а чужим дискрусом, дискрусом картины мира. Это нормальный вот человек. А подлинным он становится только сбрасывая вот это вот репрессивное начало. языка. И язык ему не нужен. Он уже как бы присутствует в реальности. Дазайн, да, вот это бытие к смерти. Ну, вот это вот некая аналогия с дионисийским началом нитиша. Может быть такая не очень четкая, но вот она мне пришла в голову. Так вот в результате вот эта схема это предмет некоторого обсуждения тех проблем, которые были подняты, то есть не предмет обсуждения, а вот мне кажется, ее можно использовать для обсуждения вот проблематики, которая была поднята Антоном в прошлый раз. а именно вот по факту и как по факту и по праву, да, ведь самая простая критика заключается в том, ну вот то, что я говорил в прошлый раз, ну сейчас у людей существуют разные картины мира, да, и все просто, и никакой тут вот у одних крым наш, у других крым не наш, и, или просто сказать, ну разные точки зрения есть у всех, да, поэтому вроде там мама желает блага сыну, и говорит, одень шапку, и для нее это очевидно, ничего кроме блага, она не имеет в виду, а пришел умный дядька и говорит, да нет, ты властвуешь над ним, да, то есть всегда можно объяснить множественностью позиций возможных, да, и тут это действительно снижение граммс дискурса, я совершенно согласен, так вот, если представить, что в нашей картине мира, или в картине мира каждого человека, на самом деле присутствуют и логос, и патос, вот они, то есть оба пути одновременно, то есть как бы картина мира расщепляется, там есть всегда два уровня, логическая часть и ипотетическая, то есть чувственная, да, то это уже смотрится по-другому несколько, да, и вот те редкие случаи, когда совершают движение по этому пути, и по этому пути, на котором, на каждом из которых своя истина, и вот когда истина совпадают, случайно, совершенно, да, может быть вот в этот момент мы можем говорить о совпадении, когда патос совпадает с логосом, ну, если это вопрос, да, то... ну, в принципе, да, в принципе, все. Я попробую продолжить, мне кажется, что вот именно момент, когда эти два ряда совпадают, да, нет, я так могу ну, подходи, давай сюда подойдем. В общем, момент, когда эти два ряда совпадают вдруг каким-то образом, когда истина, допустим, оказывается красивой, или когда мы переживаем, ну, скажем, религиозное переживание какой-то человек испытывает, да, и это одновременно переживание, и в то же время, как бы он подразумевается, что он переживает не что иное, как что-то из области истины, то есть он не может сказать, что это никогда не согласится с тем, что это всего лишь переживание его, он считает, что он имеет дело с истиной, так вот, вот эти ситуации, сюда, другой истины, вы хотите сказать, да, но просто вот то, что он переживает, оно может быть развернуто, допустим, в некоторый логический ряд, вот, и он может переживать то, что логически обосновано, вот так, да, допустим, что Бог благ, ну, или что-нибудь в этом духе, наверное, это плохое утверждение, какое-нибудь другое, более изощренное, но тем не менее, он это именно переживает, где-нибудь там в храме стоил, или где-нибудь еще, так вот, именно моменты этого совпадения представляют наибольший интерес, потому что именно в них надо суметь различить, вот, именно в них, потому что когда, когда у нас расходятся ситуации, нет проблемы, и мы даже как бы не замечаем этого слепания, но когда вдруг это слиплось, то есть, вот мой пример этот с Крымом был, который там всех, естественно, взбесил, вот, то есть, можно предположить, что с одной стороны есть переживание, так сказать, или фактическое положение вещей, которое соответствует тому, что вот Крым присоединился к России, а можно предположить, что есть некое право, да, логическое какое-то основание к тому, чтобы он присоединился, и эти вещи, они не тождественны, вот, как бы о чем была речь, вот, и одни обираются на одно, другие на другое, но, возвращаясь к вашей схеме, я просто хотел сказать, что я где-то читал, но не у самого Ницше, а о Ницше, что один из его неожиданных поворотов в его рассуждении состоит в том, что он так говорит, ведь он говорит, что удивительная, как бы, тайна страшная греческой мифологии состоит в том, что Аполлон это и есть Дионис, понимаете, вдруг, после того, как он это разбил, и это очень важно, да, то есть сначала он проводит такую процедуру разделения, а потом вдруг они сталкиваются, как бы, схлопываются, но не сливаются, то есть когда произнесся, Аполлон это и есть Дионис, дистанция, она не пропадает, она как-то вот сохраняется, вот. в рассуждениях об искусстве, о художествах, именно это, то есть как бы художество начинается от Дионисы и продолжается Аполлоновы, и задача Аполлоновы, вот, воспринять все Дионисовы, впитать в себя. И еще можно было бы в некоторых более, там, допустим, современных терминах, вот эту пару развернуть, говорить про теорию и практику, допустим. Вот есть некоторые практические действия, скажем, политические, которые приводят к определенным результатам, а есть, скажем, некие теоретические построения, которые говорят, что нужно делать так, 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 да, или вот, допустим, из этого следует это. И они тоже могут совпасть, и вот весь вопрос в том, как мы к этому относимся. Либо мы считаем, что, ну, то есть, есть две позиции, в которые очень легко нас уводит наш естественный, наш естественный способ мышления, как вот там в книжке Рогева, мы как бы коллапсируем в два сценария мышления. Мы начинаем думать, что нет, вот как бы все из практики происходит, и теория вырастает из практики. У нас есть практика, и из нее вырастает теория, как и ее некоторые обобщения, и поэтому они совпали. Либо наоборот, мы говорим, что есть некоторая теория, которая так или иначе, как бы, допустим, интектренирует, как вы выражаете, наше поведение. Мы, в общем, просто и двигаемся, и действуем, и практически действуем в этих теоретических понятиях, и поэтому, так сказать, наша практика совпадает с нашей теорией. Вот. Но, скажем так, революционный здесь шаг в мышлении может состоять в том, вот это альтернатива, которая предлагается с неизвестными последствиями, чтобы постараться удержать их различными и воспрепятствовать какому-либо из этих коллапсов, да, то есть, удерживать эти два ряда как совпадающие, но не тождественные. как совпадающие какие-то в классе случайным образом. Я еще книжку не читал эту, но что-то тут такое присутствует, да. Но именно примерно об этом я и говорил. Но вот насчет совпадений я еще хочу пример привести совпадения логоса и патоса, практики и мышления у человека. И тогда именно в этом случае мы говорим достойный человек. У него слова не расходятся с делом, да. Вот это вот этичный человек. Он говорит то, что делает. Подлинный человек. Вот подлинность человека мы вот так вот и чувствуем. Да, да. Тут вообще можно сказать, что у Рогева дело обстоит так, что субстанция некая, есть множество атрибутов, которые находятся в некотором отношении взаимной войны. Они могут совпадать, могут различаться. И вот в частности человек отличается тем, что он способен иметь дело одновременно с вот этими двумя атрибутами, как бы вот таким теоретическим, условно говоря, и практическим, чувственным, и разумным. И он является вот тем полем, в котором они сталкиваются, совпадают или, допустим, наоборот, расходятся. И поэтому он имеет, как у Хайдеггера, имеет что-то, знает что-то о бытии, имеет отношение к бытии или к субстанции. Потому что в нем вот эта коллизия происходит. Могу напомнить и добавить еще о даже тождестве, локаса и патеса, напомнить свою концепцию истины как эмоционального восприятия подъема, превращения внимания. по сути истины, если мы говорим не о некой формулировке, а о ощущении истины, вот то, что я ощущаю, что меня переполняет, это ситуация, когда Архимед выпрыгивает и кричит Эврик. то есть он что-то понял, и это понимание сопровождается великим эмоциональным подъемом. И вот именно в этот момент он говорит, я познал истину. И не сама формула какая-то познанная, не само знание является истиной. На завтра он будет смотреть, уже перечитывать, да, это интересно, это хорошо, но ощущения истины уже не будет. Даже это ощущение истины возникает у человека какую-то мелочь придумавшую. вот в момент когда он понимает, что это даже может не свою мысль понял, он читает, да, это так, это истина. Он будет перечитывать наверное через год, через два, это будет уже для него банально, это не истинно будет, это будет просто знание. Но в момент постижения знания или прибавления знания, кстати, это связано еще не обязательно даже с увеличением понимания, а даже и с уменьшением понимания. Здесь у Еленов называют это прояснение, то есть есть момент прояснения, проясняется. И она всегда, то есть бывает ситуация эмоциональная, не связанная и с истиной, просто мне хорошо, мне весело, я ощущаю прекрасно, я не ощущаю это как истинно, но если это состояние связано с превращением логоса какого-то, с пониманием чего-то нового, я это называю истиной. И я вот еще не закончил, и здесь не столько с увеличением понимания, а именно с изменением понимания. Вот когда планка уменьшается и увеличивается, но обратный шаг я не понял. Сейчас расскажу. Это человек подпадает в секту, человек падает в состояние алкоголизма, конечного, и он ощущается там что-то есть, когда у него есть движение понимания какого-то. Скажем, мы точно знаем, что человек подпадающий в секту, он не приращивает свое понимание, он просто скукоживает. Но в момент скукоживания у него появится ощущение, что это некая истина. Он познал нечто, во многом некое единое. Внешне это выглядит как уменьшение понимания, это утрата знания даже. Но у него в момент перехода потом он будет раскаиваться, потом он будет понимать, что это все пустое. Но в момент падения или подъема человек понимания может ощутить истину. Именно в сам момент перехода. То, что вы описываете больше напоминает, ну то есть не больше напоминает, это можно было бы по-другому назвать интеллектуальной разрядкой, чтобы обобщить и вот это плюс и минус. То есть есть некоторая проблема, которая, так сказать, не дает жить, которая стоит, и вдруг она каким-то образом решается, она может решаться прояснением, она может решаться неким коллапсированием в чему-то простому, примитивному, такому сектантскому. Но так или иначе происходит разрядка в буквальном психоаналитическом смысле напряжение как бы спадает. Появляется некое эмоциональное сопровождение и вот в этот момент эмоционального сопровождения человек может сказать, я бы познал истину. Да, это очень интересное замечание, я называю вот этот момент это восполнение, то есть когда в логическом топике исчерпаны все аргументы и вдруг появляется нечто новое, то есть рефлексия в буквальном смысле, ты восходишь над собой и смотришь на это. формальная составляющая логос она не воспринимается как исчерпаны ни для других, ни для тебя после, и для тебя раньше. мы говорим об ощущении в этом исполнении. То есть вот это как раз один следующий шаг по пути том или ином, мне так кажется. Да, ну и может быть еще один момент стоит обратить внимание, это вот на репрессивный это характер, он в чем тогда, везде одно удовольствие? В момент перехода ощущается удовольствие. Ну, понятно, удовольствие-то есть, а репрессивность в идеях. Репрессивность? По отношению к Богу. А, к Богу нет, никакого. Мы имеем не репрессивность. Речь же означает не о репрессивности. Нет, это очень важный момент. Репрессивность. Репрессивность. Не репрессивность, а репрессивность. Саша, позволь, скажу. Вот Лосев удивлялся, как так вот Платон описывает в те категории, которые необходимы для движения к благу. И вдруг вот кроме этих как бы понятных более-менее истины, меры и красота, он пишет о том, что ну необходимое разумение, это понятно, да? И удовольствие. Вот пятая категория это удовольствие. Вот на самом деле не три категории, а пять здесь тоже еще развлечения и тожество, да? Ну так вот удовольствие это то, что это соотносится с антологической категорией тождества на самом деле. Уразумение разум с категорией различия, а удовольствие с категорией тождества. И вот без удовольствия Платон утверждает невозможно движение к благу. Ну это понятно. Поскольку без этого да нет, вот не потому, что мы любим удовольствие, а потому, что это просто тут надо понимать от чего происходит. Это то, что будоражит ум и не дает ему заснуть. В обмане депрессивности. В обмане? Ну смотрите. Это понятно, что это обман. Доклад Антонов мне такая пришла в голову. Это образ следователя, который преследует преступника именно по своему наваждению. Он может его преследовать своим наваждением, при этом он может быть прав, что преступник виновен в садении. При этом он действует не исходя из закона, из права, а исходя из своего желания. Ну то есть Илья Немиславовна, у него нет никаких оснований, он стоит подозревать, что это человек. Подозревает, но он тем не менее это не мешает ему быть правым. Скажем, он хочет повесить на него дело, но случайным образом оказывается, что человек действительно совершил это преступление. но другое не отменяет. При этом репрессия заключается в том, что следователь выдает свое желание за правду. Он скрывает свое желание, выдавая его как за то, что он руководствуется неким благом, неким законом, порядком и так далее, а не тем своим стремлением и виновождением. Отсюда и подозревает иными словами, когда логос совпадет случайным образом с патосом, кому-то будет выгодно сказать, что так происходит всегда, и что это закономерно произошло. Это речь идет тогда о чем получается. То есть это вот у нас есть алкоголик, который очень, ему хочется очень выпить сильно, очень сильно хочется выпить. А вот праздник, 50 лет образования в Аббанской народно-салистической республике. Совершенно верно. День короняного стандарта. И невозможно не выпить, потому что праздник. Ну опять же, здесь-то репрессивности как таковой нету. Это понятно, что он всему миру пытается сказать, что не то, что является истинной на самом деле, потому что истинная изгострительность что он онкоголик. А он говорит о том, что 50 лет Албании, о том, что у него 17 лет назад до этого сын родился, надо обязательно напиться по этому поводу. Вот обязательно, потому что иначе нельзя. Но это же другое-другой разговор, здесь репрессивности как таковой нету. Ну почему? Ну какая? О том, что он пытается всему миру рассказать про Албанию, в этом репрессивность? Да нет. Это вот такая человеческая, слишком человеческая, действительно такое есть. Вот Арина Хорлина любит описывать свои половые акты, про него уже один раз говорили, и она говорит, что каждый половой акт у нее заканчивается таким образом, что он испытывает ощущение, что она достигла высшей стадии своей жизни, и все, и жизнь на этом можно просто умереть от счастья. И так у них по несколько раз в день. Это репрессивно по отношению к читателю, да? Опять, удовольствие есть, безусловно, такая ситуация, разумеется, она существует, но мы же понимаем, что нас в действительности в этом смысле обманывает. Но уж что, болос эндрофинов настолько велик, что мы испытываем ощущение, что вот в этот момент мы достигли абсолютной вершины своей жизни, и можно умирать. Речь как раз о том, что никакой репрессивности и нет. То есть, когда у меня там доклад назывался «Истинные репрессии», я имел в виду, что есть две позиции, которые вот эти два варианта коллапсирования, которые оба как бы неадекватны ситуации. Так нет, но когда мама говорит сыну «ну-ка, надень, сука, шапку», то... у тебя есть два способа думать об этом. Понимаешь? Попробуй встать на средний какую-то среднюю позицию. Сможешь ли ты ее найти? Вот весь вопрос в том, существует ли она. Да, вот она стоит на позиции блага для себя и для сына. Для сына. Но речь же не идет. Она стоит на позиции А ты можешь встать на любую... На позиции оргазма. Но тем не менее, при всем этом, репрессивность здесь не в этом, репрессивность в той форме, в которой высказывание высказывает себя. в форме сказывания или не так? логос как бы. А чем это отличает от логоса, собственно? Вся ветка логоса репрессивна. Фанцузы, которые ты говоришь, ты неправильно тебя интерпретировал, наверное, неправильно, на тот момент, они говорят, поскольку ты говоришь, то ты репрессируешь слушающего. Ну, в каком-то смысле слушающего, да, потому что язык есть форма вот такой репрессии. Безусловно, это форма репрессии, и не зря перевели дозайн-то у нас присутствие, то есть просто присутствие. Человеку не нуждается в языке. Есть язык как форма репрессии, а есть какая-то вот такая немножко мистическая, чуть-чуть фантастическая и, в общем, отчасти подозрительная с таким, скажем, реставрационно-реваншистским флером подлинность, да, с другой стороны, вот это Хейда Гирианская. И вот мы находимся между ними, вот есть подлинность, а вот есть репрессия. Мы не можем вечно оставаться только присутствующим, понимаешь, мы не можем вечно находиться в опьянении, в реальности, понимаешь, да, вот о чем речь, то есть это такая стратегия по-моему Регова, я слушал пинг-понг, вот, мы скачиваем из реальности в картину мира, из реальности в картину мира, и проблема репрессии, она без сомнения существует, потому что картина мира давлеет над нами все время и на этом пути, да, и на этом пути. И вот еще, может быть, еще репрессивный характер морально находится строительного коммунизма, он, конечно, описан давно, это действительно так, вновь репрессивный характер, но, Антон, ты хочешь сказать о другом? Нет, именно об этом, по-моему, коммунисты время... хочет сказать, напивались моральные законы и это давлеет на нашу христианину. Естественно, логос давлеет. Логос, как ты говоришь, язык. Но, языку противостоит некое молчаливое проживание или переживание этой жизни, которое тоже под подозрение, потому что, как бы, оно оборачивается определенным образом какой-то регрессией, каким-то, не знаю, черносотенством, он оборачивается тем, чем оборачивается сейчас. Следователь пришел к подсудимому, вместо того, чтобы задать ему вопрос и говорит перед ней, сидит и многозначительно молчит. И это очень черносотенно. Да, ну вот еще, я хотел покидать невнимание вот на эту строчку, да, вот это воспринимается как этика или то, что в картине мира написано в книжках уже мораль для общего. То есть ненравственность, а вот эти моральные нормы, которые тоже так или иначе входят в картину мира и которые, естественно, оказывают репрессивное воздействие, но в то же время вот эта норма, люди-то не дураки, они давно об этом догадались об антагонизме разума и чувств, придумали норму другого дела, что они зафиксировали ее в языке и может быть до какого-то момента она была весьма продуктивна, но мы же двигаемся, двигаемся. Вот проблема-то в чем? Мы описали общество и начали изменять реальность. Реальность изменилась и общество изменилось. Кстати, в этом смысле насчет того, что мы это описали, зафиксировали в языке и это снова стало логосом. Вот вы в прошлый раз на выступлении по поводу перерыва отчиня Маркса делали некий упрек Марксу на тему того, что он, допустим, в качестве базиса понимает вот эти производственные силы, а вроде как все-таки над всеми давлеет картина мира. Ну так вот, на самом деле... картина мира, которая определяется в том числе базисом. В том числе. Так вот, на самом деле, претензия к Марксу, которую, скажем, поздние марксисты типа Альтусера предъявляют, она состоит в том, что то, что он предлагает в качестве вот этого базиса, основания, вот, это нечто поспешное здесь решение. То есть, на самом деле, вместо того, чтобы взять конкретную ситуацию, допустим, политическую, там, не знаю, экономическую, вот здесь и сейчас, и из нее вывести материалистически, понимаете, что же там за силы действуют, он предпосылает одному некий теоретический проброс, что в основании всего лежит материя, понимаете, то есть, сама эта посылка, это картина мира, которая существует, которая как бы... То есть, это издевка истории. Первый борец с идеологиями с сложным сознанием создал идеологию. Да. Да. Продолжение следует...